Вооруженные власти, к сожалению, войска Украины, не принявшие присягу на верность Украине, подали себя перевороту, поддержали военный переворот в стране. На самом деле это предатели, а не офицеры. И кто даже об этом заикается, как должен настоящий офицер взять пистолет, ему даже сдать, достать один патрон и застрелиться, дабы не нести такой позор свой, воинский. И честь офицерскую свою не поганить. Вот так вот я считаю, что произошло в Украине. А отдать страну на разобрение американским и другим европейским державам, в стране, в которой в правительстве находится 25% иностранных министров, это уже не страна, простите, это цирк, это просто шапито. И все со мной происходит, обычный цирк. Вооруженные силы Украины не в состоянии выполнять свои боевые задачи никак. Нигде не получается у них. Иловайский котел, полторы тысячи человек убитыми потеряли. Украина скрывает свои потери, даже баллонтерам сжигает в аэропорту свои трупы с катами. Это все можете, когда будет полный очередной аэропорт, можем показать, как там все происходит. Поэтому любое заявление украинских властей на свыше этого, я считаю некорректным, по одной простой причине. Они находятся на земле, которая им не подконтрольна, никогда в жизни подконтрольной не будет. Мы пойдем дальше на Славянск, на Краматорск и все остальное. Уважаемые офицеры, которые это убежали, что вы можете мне на это ответить? В Минске соглашение уже не действует. Как это? Действуют все соглашения. Только мы не знаем, с кем мы там договариваемся. Официального представителя от Украины нет. Реонид Айнович Кучма, который там присутствует, и который разговаривал с нами, я с ним общался. К сожалению, украинские власти объявили его неофициальным. Поэтому пускай Украина дает. Я зову Петра Порошенко, как главком Украины, пускай прощается. Вот пускай посмотрят на эти дома. Куда пошли, 500 миллионов евро, которые дала Германия, на восстановление Донбасса. Мы ни копейки не получили. Сейчас боевые действия идут. Есть возможность армии ДНР идти в наступление? Да, после ЕГЭ. Вы знаете, как вам сказать, не только возможность, главное есть желание. Понимаете? А все остальное, когда есть желание, любая возможность потом возникает. Поэтому наша земля есть та, которая была в границе. Я скажу честно, эту страну, которую порвали сбор негодяев и подонков на разные кусочки, надо объединять нормальное государство. И как были мы славянами и русскими, так мы ими останемся. И пускай Киевля не помнят, что Киев хорусятся с этого города. И те идеалы, в которых мы живем, за которыми мы воюем, пускай в каждом человеке в сердце проснется. Нельзя предавать кровь предков, которые за то же время сражались с фашистами. Нельзя забывать те зверства, которые они делали. А у нас, к сожалению, в Киеве факельные шествия проходят. Не напоминает вам ничего? Мюнхен, 1938 года. Не обратили внимания? По-моему, очень даже похоже. Все одинаково. Свастика, факел. Потом книжки будем жечь. В лагеря съездите, пожалуйста, в Кировской, посмотрите. Паджданов. Моцлагерь стоит, готов. Можно досмотреть, ехать. То есть сейчас не будет решаться население? Нет, мы мирные люди. Мы всегда разговариваем, мы мирные. Смотрите, разговариваем должно быть с полога. Понимаете? Когда будет кровь, я попробую. Вы знаете, хороший вопрос. Как только Майдан закончится, и здесь будут другие дома стоять. Аэропорт будем останавливать. Мы умеем работать. Понимаете, мы не скачем на Майданах, потому что к этому моменту мы добываем уголь, съем хлеб, ловим рыбу, плавим металл. У нас, к сожалению, нет. Мы не приверженцы украинской традиции, что не Новый год, а Майдан. Мы люди, которые умеют и воевать, и строить. Народ, он силен, он сделает.